Киберспорт Невероятно популярны на любом континенте Оба харизматичны и по-особому относятся к занятию всей своей жизни А еще, на заре карьеры Икс Пеке исполнил момент, благодаря которому навсегда вошел в историю киберспорта Пеке победил! Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, даже не сильно разбираясь в игре или вообще не разбираясь, вы смогли понять всю эпичность этого момента. Итак, поехали! Энрике — первый киберспортсмен в команде атлетов «Джилет». Он стал в один ряд с Бэкхэмом, Неймаром, Овечкиным, Анри и многими другими. Привет, рад познакомиться. Это взаимно. Мой первый вопрос будет как раз про этот легендарный бэкдор. Какие у тебя были эмоции в тот момент, когда ты это провернул? Ну, каждый раз, когда я смотрю этот момент, у меня просто мурашки бегут по коже. К моменту, когда я это сделал, я был очень, очень рад, что мы выиграли. И мои первые эмоции были даже не про сам мув, а про победу в игре и то, что мы продвинулись дальше по турниру. И я так чувствовал себя до тех пор, пока заново это не пересмотрел. Хорошо, возвращаясь немного в прошлое, чем ты занимался перед тем, как начал играть в Лигу Легенд на профессиональном уровне? Играл ли ты, может быть, в какие-то другие игры? Было ли это хобби? Или ты серьезно занимался этим? Я играю в игры почти всю свою жизнь, потому что у моего старшего брата были и игровые приставки, и компьютер. Поэтому с детства у меня всегда был доступ к играм, в которые играл он. Ну, может быть, все началось с того, что я познакомился с Counter-Strike и первой Дотой. В них я очень много играл. В Каесе и в первой Доте я играл на онлайн-турнирах, ну, конечно, на совсем небольших любительских испанских лигах. Но да, Дота мне нравилась больше, чем Counter-Strike, поэтому... Ну, потому что я просто больше люблю этот жанр. Я, наверное, поэтому и выбрал Лигу Легенд позже, потому что мне больше нравятся моба игры. А почему ты выбрал Лигу Легенд? Ну, я играл в Доту полгода-год, ну, в смысле, что я в ней играл очень долго, но особо интенсивно, где-то полгода. Исключительно Дота и ничего, кроме нее. И дело в том, что я становился все лучше и лучше в ней, но в какой-то момент я понял, что я просто перестал прогрессировать, потому что в целом испанские команды в то время не сильно себя проявляли, а чтобы добиться успеха, надо было уходить в международный коллектив. И мне казалось, что я был слишком молод, чтобы рассматривать вариант вступления в интернациональную команду. А Лигу Легенд мне посоветовал мой друг. Я начал в нее играть, и тут я почувствовал себя как с Дотой. Мне нравится этот жанр, я наслаждаюсь самой игрой, и у меня есть друзья, которые тоже в нее играют. И думаю, из-за того, что я так много в нее играл, мой скилл вырос. Ты стал играть в Лигу Легенд до того, как вышла Дота 2? Ты не думал о том, чтобы вернуться в Доту 2, учитывая ее призовые фонды? Ведь это же первая киберспортивная дисциплина, где за первое место можно выиграть целый миллион долларов. Да, когда я услышал об этом, я подумал, что выбрал не ту игру, и мне надо оставаться с Дотой. Но на самом деле мне Лига Легенд нравится все же больше. Дота, да, в ней совершенно безумные чемпионаты, но Лига Легенд для меня, не знаю, всегда была очень затягивающей. И сейчас, если я не играю какое-то время, мне очень хочется снова вернуться в игру. И так всегда было с Лигой Легенд. Это моя зависимость. Говоря больше о киберспорте, что ты в целом думаешь о дисциплинах и развитии киберспорта по всему миру за последние несколько лет? Под дисциплинами ты имеешь в виду разные игры в киберспорте? Да, конечно. Да, я думаю, это действительно круто, что выстреливает не одна игра. Есть популярный КС, популярный Лол, популярная Дота. Мне просто нравится, что есть такое огромное разнообразие. Теперь еще и Овервотч пробирается вперед, создавая свою собственную лигу. Я думаю, это действительно круто, потому что каждый может выбрать игру по душе. Огромное разнообразие также есть и для любителей смотреть игры. Это круто. Когда-нибудь у нас будут большие киберспортивные тайтлы. Ну, они и сейчас есть, но дальше будет только больше. Говоря о киберспорте, как о неком бизнесе. Ты играл во Фнатик больше трех лет. Четыре, пять, почти пять лет. Больше четырех лет, почти пять. Почему ты решил сделать свою собственную команду Origin, вместо того, чтобы продолжать играть во Фнатик? Ну, это было связано с моими амбициями. С момента начала первого сезона, даже нет, перед началом первого сезона, перед тем, как я вступил во Фнатик, я мечтал о создании своей собственной команды с интересными игроками. Мы можем делать, что хотим, развиваться в том направлении, в котором хотим. Во Фнатик я чувствовал себя комфортно с тиммейтами, но в какой-то момент я почувствовал, что могу переиграть и устать от игры, и мне просто не к чему будет стремиться. И тогда я понял, что пришло время следовать за мечтой и посмотреть, что из этого выйдет. Проще говоря, я видел, чем я хотел заниматься, а хотел я создать собственную команду. И Ориджин сейчас около двух лет. Существует около двух лет. Да. Первый вопрос по Ориджин. Каких целей вы уже добились, а каких еще нет? И чего собираетесь достичь в самое ближайшее время? Я думаю, хорошие и плохие события. Я имею в виду, что сейчас у нас достаточно темная полоса на Лиге. Мы занимаем последнее место в группе, но думаю плюс со всей этой ситуацией в том, что все эти взлеты и падения – это колоссальный опыт. Мы начали с самого низа Challenger Series. Нам надо было подняться до ЛСС. Мы съездили на чемпионаты мира и неплохо выступили. Потом у нас был год, который очень плохо начался, а потом все улучшилось. Сейчас у нас еще один год, который начинается вроде бы плохо, поэтому я... Это мне и нравится больше всего. То, что мы получаем такое колоссальное количество опыта, от которого есть чему научиться. Очень удачные и очень неудачные выступления. Но опыт остается опытом. Он учит меня больше, чем я когда-либо мог пожелать. Это действительно позволяет тебе расти, в том числе и с точки зрения бизнеса. Ты четыре месяца назад, можно сказать, повесил мышку на гвоздь. Так? Ну что-то в этом духе. Сейчас ты в инактиве, но при этом остаешься медийной личностью и владеешь организацией. Что для тебя сложнее? Быть капитаном и игроком или быть вот этой самой медийной личностью и владеть организацией? Я вообще-то еще хочу вернуться к играм. Я не с концами завязал. Я точно вернусь на прост сцену, просто не знаю когда. Может через месяц, может через полгода, может через год. Но я точно буду играть. Мне легко было быть и капитаном, и игроком, потому что мне очень нравилось практиковаться. Приехать на турнир, поиграть, это очень разжигает мою страсть к игре. Мне очень легко найти мотивацию. И у одного, и у другого есть свои и плюсы, и минусы. Я сильно зациклился на плохих моментах, когда я играл. Но сейчас, конечно, могу вспомнить и все хорошее. Но выступать в качестве игрока для меня более естественно. Особенно с игроками, с которыми у меня очень хорошие отношения. Как глава... Это вопрос не от меня, а от коллеги. Как глава европейской ЛСС команды, скажи, с какими преградами сталкиваются европейские команды из ЛСС? Ну, главная проблема Лиги Легенд в Европе заключается в том, что очень сложно вести бизнес в Европе. Сложно договариваться со спонсорами, потому что спонсор может захотеть спонсировать только тебя на территории Испании. Их логика заключается в том, что есть игроки, которых они готовы спонсировать в Испании, но не по всему миру, или даже не в Европе. В Испании только для испанских турниров, в Германии только для немецких. Поэтому, я думаю, это самая сложная ситуация для Лиги Легенд в Европе. Например, мы все время играли Лигу в Германии, и проблемы начинаются, когда надо передислоцироваться обратно в Испанию для работы со спонсором. Потому что здесь, в Германии, вы каждую неделю играете турнир. И я думаю, как раз над этим мы размышляли больше всего. Как совмещать еженедельную Лигу и промоушен, который удовлетворит спонсоров. Была ли это основной причиной, почему ты завязал спрос с ценой, чтобы больше уделять времени спонсорам и организационной работе? Да, действительно, это одна из причин. Когда у меня больше свободного времени, я могу позволить себе приезжать на мероприятия. Теперь, когда я это делаю, мне не надо волноваться, что я теряю время, которое мог бы выделить для тренировок. Поэтому я теперь могу делать гораздо больше. Например, передохнуть, подумать о том, чем я хочу заниматься в самом ближайшем будущем. Что ты думаешь о входе больших брендов в киберспорт? Очень клево наблюдать, когда такие большие спонсоры, как Джилет, приходят к нам. Потому что этот бренд, который ты видишь по телеку, ты видишь его везде, покупаешь его продукцию, но все равно до сих пор пока не веришь, что он приходит в киберспорт. И ты сам хочешь, чтобы такие бренды обращали на киберспорт пристальное внимание. И то, что они это делают, очень естественным путем. Мне, например, было очень весело встречаться и говорить с главой отдела маркетинга Джилет. И именно он спрашивал у меня, правильно ли они поступают, понравится ли фанатам то, что они делают и так далее. Очень круто, что они приходят в киберспорт с целью адаптироваться. И в целом... Да и вообще в целом они очень хорошие люди. Их цель остаться здесь навсегда. И я думаю, Джилет первые, кто сделал этот шаг, и многие бренды потом пойдут за ними. И я уверен, что это очень положительно скажется на киберспорте в целом. Мое личное мнение, это очень здорово, что они готовы чему-то учиться. А какая у тебя история о том, что ты стал одним из профессиональных спортсменов Джилет? У меня все началось год назад. Где-то в сентябре, в октябре. Я начал разговаривать с ними и подумал, что, черт возьми, он становится явью. Я стал проводить аналогии, я думал, что меня поставят в один ряд с Анри и другими. Да, но сложно было сравнить себя с ними. Ну, просто невероятно. Да, несколько лет назад, когда я думал о том, как бы было круто, если бы кто-то из этих спонсоров пришел в киберспорт, а теперь это происходит. Мечты сбываются. Что ты почувствовал, когда Неймар ретвитнул тебя, где он написал что-то вроде «Добро пожаловать в семью». Да, «Добро пожаловать в семью». Опять же, это было невероятно. Я сначала вообще не заметил. Я просто зашел в твиттер, увидел огромное количество уведомлений и понял, что он меня ретвитнул. Мои друзья и семья тут же начали меня поздравлять, потому что они видели анонс твит Неймара. Это просто безумие какое-то, просто не верилось. Разговаривал ли ты с ним лично, до или после того, как это произошло? Нет, я даже никогда его не встречал, поэтому это и было так удивительно. Я его ни разу не видел, а он взял и просто ретвитнул. Мне кажется, что он фанат какой-то из дисциплин киберспорта. Да это был просто чумовой сюрприз для меня. Я был бы более чем рад, если бы встретился с ним хотя бы на одну минуту. Действительно удивительно. Привет всем фанатам Лиги Легенд из России. Я знаю, что комьюнити там не настолько большое, но сейчас с тем уровнем выступлений, которые вы показываете на чемпионате мира, я уверен, вы больше интересуетесь Лигой Легенд. Я рассчитываю когда-нибудь вернуться в Россию. Однажды я был в Москве, и было очень здорово повидать всех фанатов там. Поэтому привет всем тем, кто помнит меня с тех времен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова